добрый день дорогие зрители вот мы и прибыли в польшу мы с вами в городе кракове этому городу как никакому другому подходит пословица что краков конечно же это не первый город но и не второй действительно краков это первая столица культурная столица но поляки считают краков и первой своей столице по политической ситуации но мы все знаем что краков очень интеллигентный город культурный город этому городу почти тысячу лет и сейчас насчитывается 750 тысяч жителей но я вам хочу рассказать такую интересную историю о том что краков основал князь крак и заложил первый камень первый кирпич город начал очень быстро развиваться и обрастать зданиями но самое удивительное то что у князя была дочь которая забунтовала и отказалась выходить замуж за немецкого рыцаря и погибла утонув в реке вот такая печальная история дорогие друзья а сейчас мы пройдемся по кракову посмотрим до достопеременчательности и полюбуемся красотами этого города мы с вами направимся в старый центр это очень известное знаменитое место которое мало изменилось со средних веков и достопримечательности кракова относятся также вот такой вот дракон и главное то что у князя крака был сын который как раз и победил непобедимого дракона и в честь этого установлен памятник который каждый час испускает огонь и мы с вами полюбуемся этим памятником краков одна из красивейших архитектурных жемчужин европы весь старинный город пронизан средневековым духом усилены многочисленной зеленью такой редко для современных городов краков это произведение умелых ремесленников которые ни у кого не оставляет сомнений своей виртуозности сердце города краковская крепость вавиль она возвышается над рекой висла и с 11 до начала 17 столетий это была главная резиденция польских королей и краков это город королей и драконов сегодня здесь расположены богатые музеи полные самых разнообразных исторических экспонатов но сейчас происходит реконструкция мы не смогли сюда попасть но прекрасные и старинные картины и мебель и фламандские ткани и гобелины и все коронационные драгоценности безусловно являются самыми знаменитыми и самыми ценными о крепости ходят много легенд и это все вы услышите от гида а вот это вот вы видите надписи это меценаты все кто вкладывал хотя бы по кирпичику восстановление реставрации известной крепостью нас встречает цветение магнолии это тоже очень хороший символ мы приехали в удивительный день это была католическая пасха все магазины были закрыты но люди отдыхали гуляли было очень много туристов и конечно же мы с вами побывали не только в крепости но и по городу погуляли прогулялись вдоль берега вислы и на всем пути нас сопровождали яркие и сувенирные лавки и всякие интересные мероприятия и конечно же радость и удовольствие мы получили от нахождения и в такой праздничный безусловно день и сам город краков был очень приветливой к нам этот исторический центр города охраняется юнеско и уже все кто хоть раз побывал кракове знают почему такие достопримечательности уже под эгидой юнеско это прекрасно архитектура во всем свои средневековом великолепии она представляет на площади прекрасное строение скульптуры и мы этим восхищаемся в кракове на вас со всех сторон дышит старина все улицы очень ухожен очень аккуратны вряд ли нам здесь встретиться современное строение тесно прижимаются друг другу синагоги и дворцы которые вас перенесут в давние времена ощущение усилят и кони запряженные в кареты прогулки по городу оставят самые теплые воспоминания недаром город часто называют город короли а мы с вами находимся на дороге по которой проезжали короли но мне интересна и современная жизнь кракова особенно жизнь молодежи и в польше в кракове очень много студентов поэтому краков и студенческий город современный город и в эти выходные дни студентов было очень много молодежь отдыхала и веселилась и мы наблюдали за ней и конечно же улыбка была на наших глазах мы радовались за молодежь потому что они чувствовали себя комфортно уверенно и уверены в завтрашнем дне но нам пришло время перекусить сейчас время католической пасхи все закрыто но кафе работали и мы на своем пути встретили очень уютное кафе посмотрите как можно вкусно и быстро перекусить любое блюдо стоит 5 злотых это 100 грамм вы набираете себе на тарелочку а потом просто взвешивайте ассортимент очень богат и несмотря на то что сейчас весна очень много фруктов салаты рыба мясо колбаски зелени все что угодно вашей душе очень вкусно очень питательно очень калорийно и можно сказать очень полезно ну и конечно же напитки обязательно надо попробовать пиво польское и напиток я взяла себе и очень быстро мы вот это все нам обошлось 72 злотых время поджимает автобусный тур не предопределяет еду в ресторане поэтому все очень быстро нам очень-очень повезло на впереди еще 450 километров до ночевки и практически 20-30 минут до отправления автобуса приятного аппетита спасибо что вы путешествуете вместе со мной еда тут ну очень дешевая и очень вкусная так что надо все попробовать что вообще есть в этом меню и конечно же хочется не забыть оставить место и для десерта но это как получится кстати в кракове очень много кафе где вы можете покушать перекусить и перед дальней дорогой даже взять что нибудь с собой в путь а а Краков был одним из пунктов остановки нашего маршрута Париж-Цвятые комплименты. И надо сказать, ожидала от этого места нечто особенного. И все-таки Краков довольно знаменитый город. Из самых первых шагов город оправдал мое ожидание. Здесь все, что называется по-европейски. Со своей знаменитой атмосферой узких улочек, приземистых домов и высоких шпилей костелов. Поразило то, с каким трепетом люди тут относятся к своей культуре и истории. У них это национальное достояние, что ярко выражается в ресторации даже малейших домиков, малейших элементов композиции. Все статуи в саду, в парке, очень чисто и на улицах, и в скверах. Очень сильно впечатлила площадь. Выглядит очень захватывающе и масштабно. Захватывает дух от такой красоты. Здесь очень интересно, очень исторически. Всем, кто хочет посетить Европу, обязательно надо побывать в Кракове. Здесь находится поистине один из центров европейской истории и культуры. Мы путешествуем с Аккортором и очень рады, что первая остановка у нас была в Польше, в Кракове. Мы почувствовали настроение этого путешествия, мы взлетели в этом путешествии и с нетерпением ждем, что же ждет удивительное нас впереди. Путешествуйте вместе с нами, путешествуйте с Аккортором и вы измените философию своей жизни. Смотрите плейлист о путешествиях и вы увидите много стран, много городов, обзор отелей, завтраков. И я всегда отвечу на ваши вопросы, если вам что-то интересное узнать о какой-либо стране, где я уже побывала.